Здравствуйте, с вами канал Вкусный Огород Барнаву. Я уже упоминал, что много лет выращивал замечательное растение клещевину. Это декоративный многолетний кустарник, у нас он растет как однолетник, но как-то потом увлекся другими культурами и от клещевины отказался. И вот недавно, случайно проходя мимо магазина семян, это было на рынке, это был не магазин, это был киоск. И вот увидел там клещевину и подумал-подумал, и купил там некоторое количество семян, решил немножечко снова вырастить. Сказано, сделано. И вот клещевина была посеяна, вопросов нет, и начал ожидать всходов. И вроде бы сначала все пошло нормально. Примерно через неделю, как и должно быть, появилась первая петелька клещевины. Ну, клещевина всходит всегда очень мощно, очень интересно наблюдать даже за всходами. И сначала, конечно, никаких у меня подозрений, что дело пойдет не очень хорошо, не было. И вот стаканчик с этой петелькой я сразу поставил на подоконник поближе к солнышку. Ну, клещевина очень неприхотлива, продолжал ее поливать. Черные ножки у ней никогда не бывает, так что все шло хорошо. Но, оказалось, не все так гладко. И когда прошло примерно недели две после всходов, ситуация с клещевиной прояснилась. Это единственная петелька. Она взошла и очень быстро пошла в рост, но сразу стало ясно, что здесь некоторые проблемы. Вот видно, как выглядят семидольные листики. Они очень сильно повреждены. И, конечно, поскольку клещевина очень сильно вытянулась, сделал ей подсыпку. Как раз помидоры подсыпал. Ну, вот и клещевину тоже подсыпал. И, собственно, на этом всходы клещевины и закончились. Больше ни одного росточка, даже петельки не появилось. Прошло уже времени довольно много. Шансы еще совсем не потеряны. Но, практически, я уже не надеюсь на хороший результат. То есть, скорее всего, из всех тех семян клещевины, которые я посеял, а их было больше десяти, появился один единственный росточек. Вот этот. И то оказался он не совсем удачным. Но клещевина это настоящий боец. И, конечно, она вырастет. Вот именно это. Но насчет остальных я сомневаюсь, поскольку всходов нет. После того, как грунт был подсыпан клещевину, еще разочек полил, чтобы образовывались дополнительные корешки. И, по мере вытягивания ростков, буду потом переваливать клещевину в большую емкость. Это оказался сорт клещевины изумрудный оазис. Ну, что же делать? Буду выращивать именно этот сорт. Конечно, таким результатом по выращиванию рассады клещевины похвастаться нельзя. Но, я думаю, любой опыт полезен. И я начал рассуждать, почему же такое получилось. Вот, кстати, вот этот росточек единственный. Он еще выдвинулся даже больше. Вот, смотрите, какой он большой. Ну, клещевина растет, появились настоящие листики, вот уже пробиваются. И с этим ростком будет все в порядке. Но, почему же такое произошло? И думал я, думал, и, кажется, понял причину такой плохой всхожести клещевины. Конечно, семена не всегда хорошо всходят, когда куплены в магазине. Но, чтобы так плохо клещевина всходила, такого практически не было. Если свои семена берешь, вот я выращивал раньше свои, там схожесть близка к 100%. Берешь в магазине, в обыкновенном, в нормальном, там схожесть поменьше. Но никак не 10% или даже меньше. Почему же такое произошло? А дело в том, что я упоминал, что брал вот эти семена клещевины на рынке в киоске. Этот киоск неотапливаемый. И, судя по всему, вот эти семена клещевины там хранились у продавца при самых тяжелых зимних условиях. А морозы были под минус 40. И, безусловно, семена эти были проморожены. Для других культур, может быть, это не так страшно. Некоторым даже полезна такая стратификация. Но клещевина это тропическое растение. И вот, по-моему, все семена были сильно задеты вот этими морозами. Это очень повлияло на схожесть. И вот один единственный росток и вырос. То есть, одно семечко, это клещевина зеленая, изумрудная. Она наиболее стойкая. Вот одно зернышко уцелело, сохранило свои свойства. И росточек вырос. И то, видно, что поражение семидольных листиков. То есть, уже было задето все очень серьезно. Ну, что тут можно сказать? Это моя ошибка. Конечно, ничего страшного, когда покупаешь семена в таких местах. Особенно, если это культура, которая не боится зимних заморозков. Но, вообще-то, я должен был учесть, что клещевину-то нельзя брать в таких местах. Ее надо было брать в магазине, где температура поддерживается на более или менее высоком уровне. И тогда семена, конечно, всходят лучше. Ну, отрицательный результат, тоже результат. Вот такой негативный опыт был получен в этом сезоне. Конечно, остальные стаканчики с пасибами клещевины еще пока стоят. Я их не выбрасываю, подожду еще. Но практика показывает, что уже от них ждать что-то, ну, я не знаю, очень сложная вероятность, маленькая. Так что, можно взять на заметку следующее. Если покупать семена клещевины, то надо брать в специализированных магазинах. На рынке брать их не стоит. В этом случае, высока вероятность того, что зернышки окажутся промороженными и не взойдут. Вот такая вот ситуация по клещевине. Ну, пожелаю вот этому росточку хорошо расти и все-таки в грунте, чтобы он прожил свою нормальную жизнь. И радовал всех окружающих своей красотой. Зеленая клещевина тоже очень красивая, пусть растет. В конце пожелаю всем хорошей рассады, всего самого доброго. До свидания.